Всем доброе утро. Я уже отработала. Машина оставила в той стороне, потому что рядом с работой не было места. Она тут недалеко. Тут у нас туннель небольшой есть. Буквально там у нас машина. Правда, нужно проезжать теперь полудеревненную поверху. Но ничего. Видите, у нас вот этот туннель такой. Там наверху церковь. Вот. А тут такой туннель. А там дома. Там живут уже люди. Потому что спускаются вниз дома. А я уже говорила, вот в этих нишах, говорят, раньше хоронили. Чарли! Ну вы. Бенеки! Сейчас машина приедет. Тут машина ездит. Чарли! Все, ему надо нюхать, обметить. Вот. Представляете, там чьи-то тела. Нет, но сейчас уже никого не хоронят, конечно. Бенеки! А здесь, смотрите, святая. Кто-то едет, по-моему. Здесь еще вот одна святая. А там уже пошла дорога вниз. Еще одна улица, видите? Там дома. А вот и машина. Там. Давай. На место. И вот так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Море шикарное. Сейчас в Лидл поеду. Ну зачем? Я вам сейчас все покажу. На, кстати, надо телефон зарядить. У меня уже почти зарядка закончилась. В машине быстро так заряжается. Я пока домой еду. У меня он почти весь заряжается. Классно. И за свет не надо платить. Как это? Я тут в Фейсбуке, по-моему, вычитала. Типа, пользуйтесь фарами, этот свет бесплатный. Ну, что-то типа того. Я задумывалась. Правда, надо телефоны здесь заряжать, чтобы дома. Правда, я знаю, что телефоны вообще там, они используют минимальное количество электричества. Но все-таки. Музыка. 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 У нас скоро Хэллоуин. И посмотрите, 1-го числа, по-моему, везде в магазине продают вот такие штучки для Хэллоуина. Всякие мармеладки, тыквочки для детей. Я так и не понимаю значение этого, это груб, наверное, значение этого праздника. Ну, детям нравится. Там, наверное, вкусняшки разные. Такой вот смешной праздник. Смотрите, какая красота получилась. Теперь ответственный момент. Хотя я вру, я лукавлю. Я утром уже посмотрела. Получилось то, что надо. Видите, это настоящий мармелад. Ни желе, ни какое-то там повидло, варенье. Это самый настоящий мармелад. Потому что повидло так бы не резалось. И оно бы не было таким мармеладным, скажем так. Сейчас я его достану. Оттуда. Ай, не сломать бы. Смотрите. Вот, что я хотела достать бы. Видите? Целый кусок режется на куски. В общем, настоящий мармелад. Видите, какой? Не какое-то там повидло, которое намазывается, как варенье. Как вот это, например. То есть, вот это порезать невозможно. Потому что это повидло. Видите? Это повидло. Его так не порежешь. И это не зависит от того, сколько ты его варишь. Потому что я раньше, у меня где-то года два назад, я варила, и у меня нифига не получилось. Хотя я тоже увеличила. Знаете, думала, больше времени не буду варить, будет гуще, и получится такой вот, как желе, знаете. Нифига. Варила-варила, пока оно у меня чуть ли черным не стало. И все равно, как варенье. А это вот именно, оно должно резаться. И цвет. Видите, какой консистенция? Господи, слово-то какое. А естся оно у них. Сейчас покажу, как. Вот такой сыр продается. Он как сулугуни, наверное. Кесу фреску называется он здесь. Вот. Он как творожный, что ли. Свежий сыр в переводе, если. Вот такой де-бургус. И, в общем, вот этот вот кусочек. Кусочек мармелада вот этого. И вот оно все естся вместе. Очень, кстати, вкусно. Так что, все у меня получилось. Сегодня буду варить вторую порцию. Я очень рада этому. Потому что, говорю, полтора года назад, два года назад я варила. У меня получилось варенье. А муж у меня такое варенье, которое вот намазывать, как повидло, он не любит. Как вот, знаете, яблочное повидло. Такое густое. Но оно так не режется. Оно его намазывать надо. Оно как вот повидло. А это именно как мармелад. Ну, вы меня поняли. Я еще вчера вкусняшку на ночь готовила. Смотрите. Это бисквит. Здесь ни капли грамма муки. Ни капли грамма муки. Ну, вы поняли. Ни капли грамма муки. Из йогурта греческого. Он у нас называется греческий. Он не знаю, может, по рецепту какому-то греческому. По конституции. Господи, слово-то какое выбрала. В общем, оно как сметана. Он, йогурт этот, как сметана. Можно и заменить сметану этим йогуртом. Вот видите, он прям такой густой и жирный. То есть, не как обычный. Может быть, поэтому и называют его греческий йогурт. Этот йогурт я сейчас буду добавлять в свой суп вчерашний. И вот я рецепт вычитала. Не вычитала, а в YouTube нашла. Испанский. Из кукурузного крахмала. Этого йогурта. И лимонной цедры. Блин, он такой вкусный. Он ведет как десерт, типа написан. Но он прям вот бисквит. Вот такой вкусный. Буду в следующий раз готовить. А я его буду готовить. Это вам обязательно покажу. Сейчас отправлю компот в холодильник. Хотя я не люблю холодный. И буду себе разогревать супчик. Не в целой кастрюле, а в тарелку себе налью. И буду разогревать. А, что я купила в Lidl. Сейчас покажу. В общем, купила себе вот такую вафельницу. Знаете, для чего? Чтобы делать овощные вафельки. Ну, опять насмотрелась в YouTube. Давно очень хотела. У меня Таня подруга в прошлом году купила, по-моему, такую же вафельницу. Я делаю... Что там такое? Сумку пола. И делаю вафли вкусные, которые я еще ни разу не пробовала. Таня, это твой промок. Ты еще праздники в субботу делай. Она поймет. Вот. И тоже мне очень захотелось. Можно купить там везде, где хочешь. Там везде они продаются. Но мне из Lidl нравится продукция. Поэтому купила там. 20 евро стоит. Оно здесь, кстати, насадки есть для сэндвичей и для гриля. Вот. Кстати, тоже очень удобно на одного человека. Потому что у меня вот там большая стоит. И как бы для меня одной. Потому что муж не очень любит еду из гриля. Ему нужно что-нибудь жареное, пареное. Ну, вы поняли, да? А я вот люблю вот такие вот. И сейчас купила себе один кабачок. Буду делать кабачковые оладьи. И попробую здесь. И еще вот это чеснокодавилка. У меня никогда не... Ну, опять никогда. Была давно. И она сломалась. Я на терке терла. У меня есть терочка такая мелкая. Ну, что-то сегодня решила купить. В общем, вот такие у меня новые клубки. Сейчас надо посуду помыть. Потому что у меня вчера в 10, в 11 разожгло. Делать бисквит этот. И все. И посуда опять в море. И как раз помою вот эти насадочки. И сделаю себе оладушки и супчик. И будет мне счастье. Делась тут еще делать жареную тыкву. Сначала вот обжариваю лук. У меня рецепт вот там тоже испанский. Обжариваю лук. Сейчас сюда до золотистой корочки добавлю чеснок. Как написано. Теперь добавляем паприку. Паприка не должна у нас сгореть. Поэтому быстренько мешаем и добавляем тыкву. И перемешиваем. Ну, пахнет, знаете, вкусно. И 5 минут оставим вот так вот, чтобы оно поджарилось. И все вкусы смешались. Не знаю. Какой-то у меня сегодня кулинарный лук. Но тыкву уже давно. Ее надо просто готовить. Поэтому решила тоже поделиться с вами таким рецептом. Я делаю первый раз, поэтому не знаю. Но пахнет вкусно, знаете. Когда прошло 5 минут, добавим ложку уктуса. У меня виноградный. Орегано. И перец. Пельчиком посыплем. А ну и посолить, естественно, на ваш вкус. И посолить. Перемешиваем. Убавляем огонь медленный. И оставляем тушить на 20 минут. Сейчас посмотрим, что получится. Я тыкву, блин, понаблетай. Жена, я 5 раз говорю, что не люблю. Но вдруг вкусно, вдруг полюблю. Хрен его знает. В общем, будем жарить. А тем временем оладушки-то у меня готовятся. О, какие. Все получается шикарно. Сейчас как чихну. Чихну. Перец в нос попал. Спасибо, кто мне сказал, будь здорова. Перец прям в нос. В общем, закрываю крышкой. И на 20 минут готовим. А это мой обед. Получились классные вафли. Без капельки масла. С кукурузной мукой. Прям пэпэшные какие-то. И супчик. Вы знаете, у меня сегодня какой-то вегетарианский день. Хотя яйца же. Яйца есть у меня в этом. Но зато без мяса. Что я хотела? Компот. Компот на мясе. У меня же компот есть вкусный. Вкусный. Всем приятного аппетита. Ну что. Жареная. Как ее называется-то? Колобаса. Тыква готова. Колобаса фрита. Ну кто не знает, кто не слышал в этом влоге, что тыкву я не люблю. Но ради вас буду пробовать. Вот так взять, чтобы с лучком и со всеми делами. Пахнет вообще очень вкусно. Подают ее с жареным яйцом. Очень вкусно. Я бы сказала, что мне понравилось. Прикиньте. Я в шоке. Вкусная такая. И не чувствуется вот этот вот вкус тыквы. Обалдеть. Даже не ожидала. Так легко и так вкусно. А у меня поспела манго в саду у дяди Вани. Сейчас буду резать и кушать. Целый день какой-то не пойму. Мытье посуды. Готовка. Опять мытье посуды. И что вы думаете? Посуда все еще не мыта. Я не понимаю, как это так. Я уже наварила вот еще две баклажки. Такой этого корне де мембрио. Там еще варится. В общем, вообще. Но это будет вариться без меня. Потому что я уже сейчас пойду с Чарли гулять. Так, это мы открываем. Муж оценил. Сказал, очень вкусно. Я уже придумал, кому он будет все это раздавать. Я его осадила немножечко. Я говорю, алло, гараж. Я тут пыжусь. Готовлю. Готовлю. Мешаю. А ты будешь все раздавать? Нетушки. В общем, сейчас переодеваюсь. Кстати, одежда-то у меня вот спортивная. Вот это. Все в каких-то ошметках. И майка. Вот так вот. Стираю, надеваю. Стираю, надеваю. Просто это мне самая любимая моя одежда. Есть другие штаники, подштаники. Но они как-то мне не очень нравятся. Поэтому я вот одни и те же стираю. Одеваю, стираю, надеваю. Я, в общем, переодеваюсь. А, и люфчик спортивный. Переодеваюсь. И идем гулять. Время уже 5. Чарли хочет свой парк, который находится там. Но мы идем в другую сторону. Нет, он хочет в парк. Нет, Чарли, мы туда не пойдем. Не, ну посмотрите. Нам идти туда. А парк в той стороне. И он об этом прекрасно знает. И хочет в парк. Чарли, бам, он. Видите, он туда хочет. Оп, оп, оп. Нет. Мы потом вернемся. Пойдем. Не хочет далеко идти. Вот, видите, там вот наш парк, в который мы всегда ходим. Но мы в него пойдем. Сейчас вернемся. Кружок сделаем и вернемся. Вот сюда идем. Вот так вот кружок, кружок, кружок делаем. И возвращаемся в этот парк. А ему надо сейчас. Сейчас. Ну? Что бы там знал, да? Он же собака. Нет. Ему надо в парк. Именно сейчас. Как это так? Да, моя рыба такая сладкая. Да, он туда пойдет. Туда пойдет. Да. Нет, он. Он не хочет туда. Пойдем. Он по полям, по лесам дела делает. Я сегодня опять звезда. Ее нанесу на руки. Ну, это перчатки типа того. И прям вообще будет мне класс. Муж ржет надо мной. Говорит, что с тобой случилось? Я говорю, я на дискотеку пойду. Я звезда сегодня. Звезда. О, небе светит. Вот. И в таком образе пока будет все это подсыхать, сохнет она донго. Это маска. Вот. Поэтому пойду посуду помою. У меня сегодня Большой Брат или как его там? Большой Брат, да, называется передача. Вот по телеку, по зырю. А пока и я. А как же я его буду есть? Потому что если подсохнет, там есть будет неудобно. Надо над этим подумать. Маленькими кусочками буду резать. В общем, что-нибудь слопать надо. Потому что дальше больше все равно захочу есть. Время у нас около 9. Я стараюсь сейчас после 9 вообще ни фрукты, ни овощи, ничего. Не есть. Но кроме если даже воду не пытаясь не пить. Потому что потом при ночи мне нужно будет вставать. А так неохота. Ты лежишь. Сейчас уже прохладно. Я даже окна не открываю на ночь. И такая прям под одеялком так уютненько. Еще Чарли на тебе. Он всегда на мне спит. Всегда на мне спит. Вообще. Я перевернусь. Он подождет пока я перевернусь. И опять залезет мне на задницу. И там спит. Не знаю. Вот так вот мы и спим. Я, а он на мне. А зимой под одеялом. Ну так вот. И когда я проснусь в туалет. Да. А потом думаю. Блин. Сейчас Чарли моего любимого разбужу. В общем. Что я несу? Вот так вот. Пойду я яблоко поем. Пока еще не совсем все это засохло. И пока можно разговаривать. И шевелить губами. Маска высохла клочками. Так что пускай досушивается. Главное, чтобы вот освобожден. Я могу есть яблоко сожрать. А вам буду всем спокойной ночи желать. Или приятного дня. Всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok